приветствую всех ценителей коллекционных карточных игр вот мы и дождались выхода нового дополнения война искры в мтг арена как вы видите я подкопил немножко бустеров и сейчас я вскрою ведь скрывать бустера нового сета это всегда приятно и неважно где они в онлайне в реале все равно это очень весело и круто я скопил тут не так уж много 33 бустерка вскроем их и посмотрим пошел первый бустер ох новые карты новые карты великолепно конечно сет как вы знаете посвящен playing свой замечательно первым бустером отличная карта позволяет нам просто крутить с пылы я уже вчера признаюсь сыграл пару раз но сыграл своим старой колоды монаредом и против меня попалась вот такая вот карта для боросов она позволяет крутить с пылы очень сильная в принципе думаю что под не это и строилась колода против которой я играл скажу сразу я проиграл той колоде своим монаредом очень классная карта отлично хороший первый бустер мне нравится поехали дальше конечно в этом сете как вы уже верно догадались очень много planes волкеров ашок и вот отлично я люблю сочетание цветов демиров то есть это синяя черная манна и это достаточно неплохой planes волкер хоть он у нас и он коммановый но он неплохо есть гораздо хуже собственно planes волкеры вот но в первую очередь хочется вскрыть кабана ухты и низ отлично очень круто разгоняется потому что дает при этапе фореста дополнительную ману может каунтер и и все все-все-все-все-все отлично прям счет мне везет сегодня отличная карта но конечно она тяжеловато но на драфте очень хорошо может быть собственно пошли вот наши зомби варьеры под амаз под новую механику тоже неплохая карта кстати симпатичный арт следующее следующий пак так еще один planes волкер каждое существо под нашим контролем с плюс-1 плюс-1 каунтер дает он тоже под разгон нужно использовать можно взять каких-то диких существ опять же там есть очень ухты одна из лучших вот на мой взгляд одна из лучших карт в новом дополнении пар там великолепный арт очень необычные очень необычные очень отличающиеся от современных тенденций в иллюстрации данной игре очень круто может под вопросом будет играть нет но арт суперский следующее неплохая карта можно кстати попробовать по комбитии с рогдосами так тоже ничего ухты тяжелая карта но что-нибудь не можно придумать потому что эффект она производит просто разрушительный честно говоря даже пока не так это а вот сахили сахили мы знаем с выпуска кладешь и когда мы кастим но он кричишь спелл мы создаем сервер артефакт неплохо кстати даже можно по фанится сделать они кого я вообще люблю колоды мир 1 ского типа люблю надеюсь что новость будет мир 1 мы туда вернемся но в общем-то по фанится этой можно колоды может быть даже можно что-то по комбить опять же говорю пока тяжело предугадать что будет играть но кое-какие на метке все-таки есть конечно очень мощный кабан там получается соут дивана ремонт может там уксать неплохо может тормозить артефакты причем жирные за 2 маны 23 и действие неплохое то есть можем тормозить и убивать planes волкеров артефакты очень круто неплохо неплохо так его из сети отличная карта на драфте вообще огонь на форум качестве дополнительной стоимости с пожертвуйте существо найдите в вашей библиотеке кричу ну кстати в принципе можно что-нибудь с ней по придумать и раночку нассор неплохо неплохо следующий о еще один футбол 3 кая достаточно тяжелый кост у нее ну а вот эта хорошая карта так ух а джанни а джанни тоже хорош потому что у нас в общем то он стоит не так дорого 4 маны vigilance мы еще плюс геним хиты и бросаем каунтеры надо попробовать сейчас это очень интересный сейчас начнется перетреска метагейна мы это будет самое 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 интересное о джая тоже ничего но дорогой кост конечно это очень классный флэйвор еще один плейнс волкер прям куча плейнс волкеров но это и сет про них чего тут удивляться так инжен дискард кстати неплохо тоже весьма такой существенный эффект но мы хотим вскрыть кабана и какого-нибудь бога но это самый известный в урум в этом сайте просто посмотрите на его довольное лицо сразу видно что у этого червячка в жизни все хорошо можно за него порадоваться так у нас здесь об нехиллус еще один плейнс волкер достаточно дорогой кост 5 маны когда оппонент берет карту об нехиллус делает один урон этому игроку плюс можно кст но если кстати можно убивать существа дровать карты неплохо но тяжеловат тяжеловат о отличная карта просто великолепно сегодня неплохо вскрываю карту мы сбрасываем карту смотрим карты в библиотеке и можем положить существо со стоимость x или меньше на поле боя очень-очень жесткая вещь вообще я думаю что она будет играть еще один плейнс волкер мы имеем хекс пруф и делаем стеночки прям такой защитник нашего лица может быть зайдет каких-то очень-очень долгих колодах где нам нужен хекс пруф нужны стеночки чтобы нас не пробивали мы копим копим ману и потом делаем какой-то безумный спел так здесь у нас что неплохой арт кстати весьма неплохо то есть это на токенах зайдет на ураль кладет плюс один плюс один каунтер на каждое существо под контролем и дает еще одну жизнь за каждое существо очень-очень крутая штука так здесь у нас кстати тоже классный арт я все часто оцениваю карты не только по их силе но и по артам ничего ничего так ничего такой тоже смотрим что у нас дальше классный арт хочу его в файл ушки в реале можно кстати что-нибудь придумывать на тех же так на в речи то есть не сказано что то можно что-то по придумать с этой карты о очень крутая карта которая зайдет может быть и враг доз может быть на ней даже можно сделать отдельную деку на зомбях потому что но она очень круто здесь хейст мы можем действовать сразу при этом когда мы наносим дамаг игроку или плать волкеру мы кладем каунтер на вот этого красавца и когда начали умирает он наносит дэмэдж равной своей силе любой цель блин очень крутая вещь очень надо попробовать не сделать трагдосов и зомби очень сильно очень круто и так следующее следующее опять вот эта красавица блин надо точно файл ушка найти из такой весьма веселыми на тавр отличная карта опять же комбиться вот помните я в первом бустере где вскрыл карту говорил что вот есть колода на этом летающем существе боровского типа она дает крутилку карт вот используется часто потому что но за одну ману существо получает плюс два плюс один еще и скру обалденно в монарет надо попробовать их положить так ну тоже неплохая карта но тяжеловато тяжелый пост ну что первую десятку быстров мы вскрыли и иначе приступаем который классный котик надо тоже такую фалушечку а мне вот не кстати не нравится как переделали арта джанни прайдмейт старый был поинтереснее интереснее вот эту карту опять же она возвращает механику крю которые мы видели в кладеша вообще по статам мощная фиговина потому что не флайн кефир страйк и vigilance и когда он атакует он создаёт двух ангелов 2-то токен ангелов 4-4 с полетом убительностью очень круто но просто какой-то неподъемный кост но что-нибудь придумать надо очень крутой карта то есть ну вот реально по сути этот спелл противник не может поконтрить и при этом мы сами еще контрим нон кричишь спелл обалденный я думаю в контроле будет вообще лежать сто процентов но это новая механика так 40 5 мамы каждый игрок выбирает существует по словам и жертвует ну такое тоже ничего тяжеловато хотя контроля может и заиграет вот интересно такие смежные смежные типы карт то есть у нас каждый игрок кладет четыре карты на гравьярд и и возвращаем в руку ну забавная такая штука это забавная да но вообще можно что-нибудь по придумывать ух ты еще один вивиенс просто замечательно все надо короче крафтить колоду с помощью этой карты она великолепна еще одна сахеля классный арт и венц гризли тоже хороший арт так что это делает а значит когда он вступает на полевой наносит икс дамаги каждому существу ну так очистил к столу неплохая здесь у нас просто мифик но тоже приятно мы можем скрафтить кабана ну а там ас как раз прокачка токена что делает амаз мы кладем три каунтера плюс один плюс один на армию армии это тип под нашим контролем то есть это токен зомби армия да мы кладем один один три плюс один плюс один каунтера на зомби токен или если у нас нет мы создаем 0 1 0 0 ну интересная механика вот наверно на зомби все таки что-то придумать потому что здесь куча под них карты это в общем-то механика нового сета классный арт элдер спайл очень крутая штука если оппонент играет плэнс волкерами то есть мы убиваем плэнс волкеров и еще качаем своего можно кстати убивать с помощью этой карты наших плэнс волкеров которые уже исчерпали почти все лоэль тикан торс и нам не нужны просто убили и прокачали каком-нибудь прям жуткого плэнс и по типу болоса и начинаем просто жаривать в щи классный динозавр деятельности очень ну может быть кстати на токенах вполне зайдет здесь уже судя по всему захавали болоса жалко его но сами карты говорят сделай колоды на этом существе надо попробовать интересный арт гоблин а кстати хочу скрыть кинка гоблина для своих гоблин деки вы увидели на моем канале есть уже несколько не за этом три по моему или даже четыре видео посвященные посвященной колоде гоблины в стандарте и я хочу сказать кинка ну или скрафчу его хочу проглядить свою колоду на гоблин сах благо под нее вышло весьма немало интересных карт в новом сайте надо попробовать гоблин всегда весело отлично очень крутая карта очень крутая карта ложится в моно ред ну сами здесь я думаю все понимаете вы глядя на возможности возможности этой карты у нее трэмпл когда он атакует можно кастовать instant and sorcery карт с конвертированной мана стоимостью ран равные или меньше силе вот этого замечательного зомби визарда без уплаты стоимости то есть мы его раскачиваем из грейва кидаем какую-нибудь жуткую вещь очень круто опять у панхилус карточка в раска хорошая вещь прям контракт кричам плейн с волкером но дороговато если конечно она стоила 2 мана был бы вообще огонь и огонь это фигня опять лич счет у нас стали дублироваться карты в рарочках ну правда не нравится старт ну зачем менять было нелепо сейчас еще один лич да что такое куда мне их столько-то отличный арт а джанни ну да надо тогда собирать колоду на токенцах а вот еще один новый плейн с волкер мы его не видели ну кстати такой суровый дядя раскачивает нам зомби токен и существа у нас имеет минус ну в принципе в принципе почему бы нет почему бы нет почему бы нет пегас ну кстати интересно вот может зарешать карт потому что в общем то полет но при этом когда он атакует существо без полета получает полет до конца хода можно обходить защитников надо подумать что они теперь ох ты чандра чандрочка наша красавица так 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 один или больший лояльти контур сремов то есть когда удаляем она наносит дамаг выбранному оппоненту или плейнс волкера неплохо то есть она первая билка очень крутая то есть фактически у нас такой light up on the stage ну такая интересная интересненькая интересная дамочка где же мой кабан а вот новый плейнс волкер опять же очень неплохо ляжет в какую нибудь тяжелую колод тяжелую контр колоду так наш гоблин ну это в принципе ничего особенного нога опять же существо под раскачку аманса вайрон билли балли мы видели о фаблтып классная вещь ну это кто не знает фаблтып фаблтыпы знают все он прекрасен он прекрасен так что нас здесь интересненького ооо так когда путь плюс один каунтер он торги . контролл пролиферейт новая механика выберите any number of permanents and or players give each хорошая раскачка приятный волк ну ну что там что отлично офигенная карта просто просто бомба вот на ней точно стоит попробовать сделать деку то есть мы ищем в своей библиотеке или на кладбище кричу карт существо с конвертированной мано стоимостью x или меньше и кладем ее на поле боя после чего шафлим если у нас вот это x больше 10 у нас еще и существа под нашим контролем получают плюс один плюс один и хейст ну я не знаю конечно но в зеленом цвете в принципе можно попробовать быстро разогнаться набрать там 12 маны если как бы вы разыграли ее с 12 маны или опять же мы можем искать нужное нам существо именно нужное и сразу класть его на поле боя великолепная карта вот на ней можно попробовать сделать какую-нибудь колоду я думаю что она будет играть но опять же покажет время может быть никто ее не оценит так ух ты аж целых два новых плэйн с волкером нарсет кентром ну так себе некоторые колоды и так берут только одну карту так можем смотреть 4 карты ну такой ну вот это ничего девочка ух ты я помню этого чувачка еще из первой равники у него был такой очень классный арт мне нравился в общем то что как он у нас сейчас прогрейдился когда он попадает на поле боя создаем естественно его знаменитого волка 3-3 когда волк ходит на филд фантовый контрол ну фановая карта конечно но пофаниться можно я люблю фановые колоды просто порой сидеть и постоянно гриндить надоедает хочется какого-нибудь безумия ну вот может зайти в какой-нибудь жесткий контроль потому что можем спасти нужную нам кричу которым не хотим уничтожать а потом просто убиваем нафиг весь стол всех существ так новый плейнс волкер когда существо с силой 4 или больше попадает на поле боя под нашим контролем мы можем дронуть карту и при этом можем еще антапнуть перманент так неплохой бывал и хуже опять очень веселый вуру так тоже весьма хорошенькая карта хорошая но вообще пока из того что мне пришло варианта 2 это собирать боросов и собирать колоду на токенах потому что кабанчика я пока так и не увидел да вообще красных карт не очень много мощных ну вот это кстати весело в принципе кстати он может мы кастим его на 5 ход он выходит прокачивает нам нашего зомби армии плюс опять же если это зомби токенс он получает еще и полет в принципе это такой может быть даже финишер то есть прокачали очень сильно нашу зомби армии накинули на него полет он залетел и через защитников прям протопил в лицо оппонент опять его не хилос ну как я вот пожаловался что нет красных карт нам пришел легендарное существо красненькое стрэмплой когда наносит комбат дэмэдж игроку или планс волкеру мы можем дискарднуть любое количество карт если мы это делаем мы берем столько же карт и дополнительно красненькое берем ману дополнительно и при этом мы не теряем ману ну кстати надо попробовать может сделать какую-нибудь полубезумную деку может неплохо так раскачать так что у нас следующее ну да это ставшая уже мемом карта каким мемом можете найти в интернете по-моему такой не было да не было планица за все это время значит так ну опять же она качает волков кстати может зайти в какую-нибудь даже фановую колоду с картами из инистрада но это если играть в реале пофанится почему бы нет ну так конечно 6 ман очень дорого золотая карта золотая карта золотая золотая карта золотая карта но сама по себе ничего и последний бустер последний бустер хочется вскрыть кабана давайте уже кабана неплохая вещь очень может сильно раскачаться помните мы вытаскивали карту которая за одну красную ману дает плюс 2 плюс 1 а вот теперь посмотрите что это у нас существо выходит с хостой оно 2-2 у нас допустим она вышла на 3-й ход оно 2-2 хейст и мы кастуем спелл да который дает если не ошибаюсь плюс 2 плюс 1 то есть у нас у нас то есть у нас это существо уже становится 4-3 с хостой и если мы кастим спелл на вот этого красавца он получает еще плюс 1 плюс 1 и делает скрул то есть у нас на 3-й ход побежало существо 5-4 да плюс 2 это 4 да опять 4 такая ну опять же говорю все подводит меня к тому чтобы собирать борисов значит надо крафтить земельки ну и что же там опять эта красавица которую нас перевели как ну как то очень странно ее перевели в русских карт ну тут уже вопрос к переводчику ну что мы вскрыли 33 бустера почти как 33 корова получили кучу карт из которых в основном ну судя по всему мне придется собирать борисов кабана мы не вскрыли но вскрыли классный очень классный зеленый мифик ну что надо собирать колоды надо их тестировать играть новый сет новые колоды новые интересные партии ну а если понравилось это видео то не забудьте подписаться на канал поставить лайк и посетить группу вконтакте также можете заглянуть в инстаграм ну а на сегодня все до новых встреч пока пока